Ара Куразян из Фейсбук спрашивает, господин Багдасарян, что вы думаете о европейской миссии наблюдателей с точки зрения ограничения данной миссии двумя месяцами? Почему так недолго? Почему только гражданская и тем более только на территории Армении? Ясно, почему гражданская, чтобы она не вызвала большое сопротивление со стороны России и Азербайджана. В конце концов, Россия по карабахской проблеме всегда давала Европейскому Союзу и Западу роль гуманитарного вмешательства. В этих рамках она мало что сделает. Именно по этой причине она гражданская, а не военная. Военная миссия означала бы, что у властей Армении уже есть четкая политическая линия и направленность. И по-мужски, также учитывая, что сейчас самое время, когда Россия ослаблена, она не может, а Азербайджан окончательно не в том состоянии, чтобы самостоятельно напасть на Армению. Тем самым выйти против Запада. Если армянские власти примут такое решение, любое посягательство Азербайджана в отношении Армении будет посягательством в отношении Запада. Он не пойдет на это. Сейчас именно тот удобный исторический момент, чтобы по-мужски принять решение. Принять решение, поставить крест на армяно-российских отношениях. Взять и прогнать из аэропорта российских сотрудников. Взять и прогнать из Министерства обороны российских эмиссаров, разрушающих армянскую армию. И передающих все данные об армянской армии Азербайджану. Поставить перед российской армией условие, будете платить 500 миллионов долларов каждый год, ваша база останется. Нет, убирайте ее из Армении, как сделал Азербайджан с базы в Габале. Сейчас тот момент, когда России нет времени передохнуть, чтобы повернуться в эту сторону. Турция между двумя камнями сегодня немного колеблется. Мало-помалу опять тянется к Западу, потому что понимает, что Россия проиграла. Вот это голосование в ООН показало это, когда Россия заявила, что Турция опять также ушла к Западу. То есть сегодня именно этот исторический момент. В 88-м, с 92-го по 94-й год, у нас было много таких моментов. И мы принимали решение. Также понимая рискованность последствий. Но делали оценку, что если мы сейчас подадимся этим рискованным последствиям и не пойдем на это, завтра окажемся в более тяжелой ситуации. И это всегда оправдывало себя. Мы правильно все рассчитывали. По моим оценкам, сейчас самое время, что необходимо. Мужская позиция. Два вражеских лагеря. Хватит играть в игры между Западом и Россией. Россия вместе с Азербайджаном и Турцией уничтожает нас. Единственный для нас способ защититься от них – это Запад. ОДКБ. Какая ОДКБ? Нет ОДКБ. А ОДКБ заявляет, что отправит своих наблюдателей. Давайте вместе договоримся. Разговариваем с Францией, с Америкой. ОДКБ не существует. Как раз завтра заявляем, что ОДКБ нету, российских войск нет. Заявляем все это. И непосредственно после этого последуют такие вещи. Обращаемся к штатам за помощью. Штаты готовы приехать для защиты. Потому что если они приедут, они будут сражаться не с Россией. Россия не будет сражаться, а с Азербайджаном. А Азербайджан не будет нападать. Их интересы являются таковыми здесь, что они захотят обеспечить их на постоянной основе. Учтем, если их интересы не являются таковыми, убедите, что они это говорят просто так. Но я знаю, что это так. Следовательно, сейчас этот исторический момент. Будем сильно затягивать. Два месяца спустя, возможно, больше не получим этого удовольствия. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.